Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Зачем в Самаре на набережной Волги установили боксерский ринг? Какие виды спорта можно осваивать бесплатно жителям Самары в рамках проекта «Самара в движении», где проводится физкультурно-спортивная акция «Выходные с ГТО». В нашей студии Сергей Четверяков, заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта администрации городского округа Самара. Сергей Валентинович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти в нашу студию. Здравствуйте, Ян. Ну и хотелось бы с чего начать. Лето – это пора не только отпусков, это пора не только отдыха, это пора и активных занятий спортом, ну и физической культурой, скажем так, массовым спортом. Вот в связи с этим, сейчас, на сегодняшний день, какие массовые спортивные мероприятия проводятся в Самаре летом 2023 года? Да, совершенно верно. Летом не только отдыхают и отпуска проводят, но и спортивная жизнь, она круглогодичная, она не останавливается ни на один день. И в летний период у нас запланировано большое количество мероприятий, спортивных соревнований. Это как и официальные спортивные соревнования по летним видам спорта, это и футбол, легкая атлетика, парусный спорт, велоспорт и многие другие виды спорта, которые выявляются лучших спортсменов городского округа Самары и присваиваются спортивные разряды ее участникам. А массовый спорт, массовый спорт летом тоже не затихает. Наоборот, расцветает, я бы сказал, потому что очень удобно, очень приятно. Да, и мы, у нас и детские соревнования, такие как лето с футбольным мячом, это и различные забеги. Вот совсем недавно в июне проходил фестиваль бега королевы спорта. Это и выполнение нормативов всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», это и День физкультурника в августе нас ждет, пляжные виды спорта, фестиваль пляжных видов спорта «Самара Опен Комус Фест» у нас с 26 июля стартует. Это и «Золотые пески Самары», это и турнир по стритболу памяти Тюленева на площади Куйбышева. Ну и завершит летнюю программу, наверное, самое масштабное мероприятие – «Самарский легкотлетический марафон на Кубу главы города». Он состоится 27 августа. Ну а для тех, кто не готов пока участвовать в соревнованиях, мы предлагаем такую возможность. Мы запустили акцию «Самара в движении». Она у нас проводится уже не первый год. И там жителям города предоставлена возможность попробовать себя в бесплатных тренировках по разным видам спорта. Ну и, может быть, к чему-то приобщиться более ближе уже впоследствии. Ну вот, кстати, если говорить о «Самаре в движении», ну вот сейчас через минутку прям буквально об этом поподробнее на этом остановимся. А вот легкотлетические соревнования, которые пройдут, они где будут проходить? Потому что, ну, я считаю, надо обязательно об этом рассказывать и доносить, чтобы люди могли прийти и поболеть. Потому что на красивых и спортивных людей надо смотреть, и за них надо болеть. Согласен, конечно. Где это будет? Беговое сообщество в «Самаре» сейчас очень выросло. Мы подняли ее на значительную высоту. Наши забеги уже известны не только у нас в городе, но и по всей стране. Как правило, они проводятся на территории набережной, в зоне набережной реки Волга второй очереди. В частности, вот Самарский фестиваль бега королевы спорта проходил прям непосредственно по набережной. Самарский легкоатлетический марафон, как и все марафоны, которые проводятся в мире, они проходят по центральным улицам города. Это своеобразный такой туризм спортивный, когда люди переезжают из города в город и участвуют в марафонах. Иметь свой марафон для города – это очень престижно, очень почетно. И мы гордимся тем, что наша Самара сейчас в одном ряду вместе с Московским международным марафоном, Питерским марафоном «Белые ночи», Екатеринбургским марафоном «Европа-Азия». Да, тех городов, которые имеют свой марафон, их действительно на пальцах можно перечитать, и Самары в их числе. Поэтому наш марафон будет проходить по центральным улицам города. Естественно, как у нас уже стало традиционным, зона старта – это зона амфитеатра на площади Славы. И стартуем, бежим по Волжскому проспекту, захватываем некоторые улицы, включающие в себя какие-то знаковые места. Это площадь Куйбышева, это памятник Чапаеву, это Самарский пивзавод, это Струковский парк. Ну, в общем-то, те места, которые любят каждый самарицы, которые хочется показать гостям. Да, и на самом деле все участники – это, как вы правильно сказали, здоровые, красивые. Это не люди, которые после какого-то концерта идут с бутылочкой… Алкоголя? Ну, пивка или там, я не знаю чего. Это действительно люди, которые своей энергией, они… Нужно просто побывать на празднике, почувствовать ту атмосферу, которая исходит от людей, которые занимаются спортом, которые являются примером. И не случайно на каждом нашем спортивном событии участвуют дети, детские забеги. Это большой залог на будущее. Согласен. Но вот если говорить о массовом спорте, вот мы начали говорить о проекте «Самара в движении», на мой взгляд, совершенно замечательный проект. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет. Он как бы, ну, касается одной части, небольшой, потому что проект, ну, слишком уж масштабный. Но, тем не менее, смысл будет ясен. Музыка. 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 Сергей Александрович, ну вот мы увидели небольшой на самом деле ролик, и вот, ну, я просто немножко скажу, прям кратко, как я вот для себя понял, что такое «Самародвижение». Если я где-то ошибаюсь, поправьте меня и скажите, вот как оно есть на самом деле. То есть проект «Самародвижение» – это проект, который позволяет каждому желающему, что очень важно, бесплатно потренироваться в хорошем месте, в окружении хороших людей, с профессиональными наставниками на свежем воздухе. Совершенно верно. И вот мы сейчас увидели только пляж, но это, безусловно, центральное место, где мы собираетесь больше всего любителей здорового образа жизни и больше всего людей там. Но мы в этом году, в том году у нас уже был парк Гагарина, и в этом году мы впервые вот еще открыли еще одну локацию – это парк «Пятидесятилетие октября», это парк «Металлургов». Вот мы сейчас в этих трех местах у нас с понедельника по пятницу в парках, и с понедельника по субботу на пляже у нас проводятся занятия. Да, нельзя не отметить роль здесь спортивных клубов, федераций, фитнес-центров, которые предоставляют инструкторов, опытных тренеров для проведения занятий. По видам спорта, ну, на пляже это, безусловно, все пляжные виды спорта. Это и футбол, это пляжный теннис, это пляжный волейбол, это пляжное регби, это флайн-диск. Там на каждой площадке работает инструктор, которому можно обратиться за каким-то советом, посудить между какую-то, может быть, игру, провести какой-то мастер-класс. Эти инструкторы в зоне доступа жителей. На сцене, сцена, которая установлена также на пляже и в парках, проводят занятия фитнес-инструкторы. Занятия по йоге, по кроссфиту, по зумби, различные функциональные тренировки. На любой вкус тренировки, расписание этих занятий находится прямо на сцене, на баннере есть QR-код. По QR-коду можно пройти на страничку ВКонтакте, в социальной сети ВКонтакте Департамента физической культуры и спорта города Самары. Там есть специальная страница. Там можно увидеть актуальное расписание на неделю. Вот важный вопрос такой интересный. Кто придумал? Потому что идея, на мой взгляд, совершенно замечательная. Очень хорошая идея. Кто автор? Может быть, и группа авторов? Не будем персонифицировать. Действительно, эта идея зародилась в 2018 году, когда в нашем городе проводились матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. И тогда нужно было каким-то образом вот эту активность на пляже организовать для наших гостей. Да, здесь было очень много гостей, причем людей спортивных среди них было много. Да. И тогда мы впервые поставили инструкторов по волейболу, по футболу. Мы проводили зарядки, пробежки с помощью федерации различных. И к своему такому вот, ну, не то что удивлению, но это мы увидели, что акция вот эта у нас, она получилась очень востребованной. Людям это оказалось нужно. И к нам приходили не только наши гости с других стран, но и жители, которые отдыхают на пляже. Поэтому на следующий год, в 2019 году, мы уже, тогда в период чемпионата мира у нас эта акция называлась «Забей гол фанат», ну, так как мы, в общем-то, ориентировались на фанатское движение, которое здесь, ну, не фанатское движение, а на болельщиков, которые приехали на чемпионат мира. И вот в 2019 году мы уже на набережной организовали целенаправленно для жителей эти занятия. Они показали свою популярность, людям это нужно. И вот с каждым годом мы ее старались развивать. В 2020 году у нас ничего, по-моему, не проходило из-за пандемии. Ну, по понятным причинам, да. Да. Но потом мы ее возобновили. Более того, к нам присоединились фитнес-клубы. Фитнес-клубы, для которых мы поставили сцену, звуковое оборудование. У нас там медицинский работник, охрана. И фитнес-клубы стали проводить тренировки. Открытые массовые? Да, открытые массовые. Мы постелили подиум перед сценой. Кстати, в этом году мы его увеличили. В том году подиум был 10 на 10, но он не вмещал всех желающих. Ну, конечно, да. Да, люди занимались и вокруг. Поэтому в этом году мы увеличили его. У нас 15 на 15. Я чувствую, через год еще надо будет увеличивать. Ну, я тоже на это надеюсь. И то, что акция зашла, мы сейчас видим, что число занимающихся, у нас отдельная группа, у нас отдельная группа вот этой Самары в движении уже... В контакте. Да, мы ее только что в этом году создали. Постепенно увеличиваем разнообразие различных активностей. И вот новую локацию открываем. И вот в группе уже у нас более 600 человек сейчас вот с начала июня стали участниками нашей группы. Ну, то есть практически за месяц. Да, и 200 человек уже готовы подключиться в нашу группу. То есть мы видим то, что мы делаем, это правильно. И людям это нужно. Ну, людям это на самом деле очень нужно. Потому что, вот как я всегда говорю, вот эти разговоры о том, что нет возможности, денег нет и так далее, и так далее. Вот тебе, пожалуйста, вот свежий воздух, отличный тренер, отличная компания. Да, нужно создать условия, и люди сами будут... И люди придут. Да, люди придут. Поэтому мы сейчас в этом году также стараемся максимально сделать комфортным пребывание в зоне, в зоне спортивной. Мы уложили проходы, сделали из деревянных настилов, чтобы комфортно было... Да, я обратил тебя. Да, чтобы можно было доходить. Раздевалки, ну, палатки такие для переодевания. Трибуны дополнительные поставили. И это даст свои плоды. И со временем, наверное, нужно будет открывать и другие локации в других районах. Конечно, мы думаем и о Куйбышевском районе, и о Красноглинском. Это наши удаленные районы. Ну, вот то, что вы на Металлурге открыли, это как бы парк 50-летия, это же, по сути дела, безымянка. Да, то есть Металлург, это крайне тоже важно. Почему? Потому что такой густонаселенный район, и там надо, конечно, продвигать бесплатные занятия спортом. Ну, да, потому что мы сами понимаем, что проводить все только в центральной части города, в том числе там вот забеги какие-то, у нас там все празднества на набережной проходят. Это-то, конечно, хорошо, но есть разные территории. Конечно, хорошо, есть разные территории, поэтому вот первая такая ласточка – это парк Металлургов. Надеемся, что популярностью будет пользоваться так же, как и на пляже эта зона. И, естественно, смотрим вперед, смотрим вперед, чтобы такая же возможность создания условий для занятий спортом были и в Куйбышевском районе, и в Красноглинском. Но это будущее. Ну, вот я поэтому как бы и хотел, на самом деле, с вами поговорить, потому что, ну, я как человек, на самом деле, поклонник физической культуры, я хочу, чтобы люди максимально приходили. Вот мне этого очень хочется, и поэтому Металлург, ну, собственно, весь город должен заниматься. Там, где есть возможность, нужно давать эту возможность, и нужно людям об этом обязательно рассказывать. Приходите, возможность есть. Стараемся, стараемся максимально расширить нашу информационную составляющую, задействуем мессенджеры, соцсети, медиафасады. Может быть, не так много, как хотелось бы, но, тем не менее, можно увидеть и на размещение рекламы на остановках, на транспорте, и на медиафасадах тоже. Здесь, знаете, здесь сарафанное радио, наверное, одно из самых лучших, потому что я буквально вот в прошлую, значит, субботу был, когда на пляже, когда я видел, как зомбу там тренера ведет. Ну, зомбы – это, скажем так, если говорить вот старым языком, такая, ну, аэробика такой, один из вариантов аэробики. Ну, очень хорошо, на самом деле. То есть там, начиная от маленьких девочек и заканчивая людьми уже прям взрослыми, все довольны. Ну, вот прошлогодние, это вот вы сейчас показали нам… Это свежие. Свежие, да, это 23-й год, а в 22-м году, когда не хватало места на зомбу, зомбы – это, безусловно, самый массовый такой вид активности. Ну, конечно, лето, пляж, и здесь такие африканские танцы. И там, действительно, и от самой маленькой, бабульки, и, да, люди в возрасте уже. Все хотят поплясать. Все хотят. На свежем воздухе. Вот отдельный есть проект, на котором хотел бы отдельно остановиться – это «Время бокса». Проект мне лично близок, проект мне лично очень интересен, но так сложилось, что я как бы в этой жизни библиотеки, театры и единоборство, и боксом занимаюсь. Да, кстати. Такой проект, который, ну, очень хороший оказался. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте сюжет посмотрим, он как раз касается вот этого проекта, а затем поговорим о боксе, боксерах именно вот на набережной, и как это все проходит. Музыка. 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 Сергей Александрович, вот хотелось бы спросить, первое, кто автор идеи? Потому что идея совершенно замечательная поставить ринг на набережной и проводить там соревнования, которые доступны всем желающим, рядом поставить, значит, специальные приспособления для мешков и там же проводить тренировки для всех желающих. Вот кто придумал? Потому что вот жалко, что раньше этого не было, честно сказать. Ну, мы совсем забыли действительно о боксе. Бокс мы впервые в этом году тоже увеличили количество активности на Самаро в движении на пляже. Мы действительно про всех сказали, про бокс не сказали. Бокс. А про бокс хотел отдельно поговорить. Да, бокс. Мы установили ринг. И здесь большая заслуга, конечно, в этом председателя городской федерации бокса города Самары Алексея Шаровского, который… Молодец, Алексей. Да, они за свой счет очень много делают. Они не привлекают наши бюджетные средства, которые мы, в принципе, тратим на то, чтобы создать эти условия, федерация боксом очень большую часть расходов берет на себя, за что им отдельное спасибо и за их активность, которую они с удовольствием включились в акцию «Самаро в движении». Мы вообще открыты для всех спортивных федераций. И вот я уже говорю, что если мы начинали раньше с футбола, волейбола, то постепенно у нас вот виды спорта прибавляются, и вот Алексей Шаровский предложил тоже поучаствовать в этом, в этой акции. Организовали тренировки. Они очень массовые, как мы видим сейчас из видео. Это… Они проводят каждый день с понедельника по пятницу открытые тренировки для всех желающих. И по субботам проводятся матчевые встречи, лучшие боксеры участвуют с призовым фондом, который опять же установила федерация бокса города Самары. И до пятисот, там больше пятисот человек, вот мы попробовали даже посмотреть, да, зрителей, которые собирают вот эти вот матчевые встречи. Ну и вот еще один важный такой момент, ведь эти тренировки проводят очень квалифицированные тренеры. То есть я вот посмотрел календарь, во-первых, разные тренеры с разных школ, то есть у них там есть график определенный, и это все профессиональные тренеры с серьезным профессиональным образованием и опытом, которые вот, пожалуйста, вот тебе массовость, вот тебе, то есть кто-то может начать там на пляже и потом прийти в секцию, кто-то может позаниматься для себя, для собственного здоровья, что называется. Совершенно верно. Да, можно не сомневаться, что все занятия проводятся под квалифицированными тренерами, инструкторами, и этому мы тоже большое внимание уделяем. Есть медицинские работники, которые весь период проведения акции находятся. Да, я на это обратил внимание. И знаете, на что еще обратил внимание? На аудиторию, которая там. Я там, вот когда соревнования проходили, я не видел ни одного человека с сигаретой, и я не видел ни одного человека с алкоголем. То есть вот пьющих лиц таких вот, уже со следами, скажем так, алкоголизма на лице, там нет вообще, им там некомфортно. То есть они себя там очень плохо чувствуют, потому что, ну, простите, это не то место. Ребята, вам не сюда. Соглашусь я с этим тоже, потому что… Там другие люди просто вот по-другому выглядящие. Ну, это вообще одна из задач и целей того, чтобы постепенно сформировать. Началась она еще, конечно же, с того момента, когда реконструкцию набережной провели, когда зона набережной свободна от алкоголя. Ну и тем более пляж. Пляж мы зоной спорта. Вот от Полевой до Первомайской. Вот в любое вечернее время. Посмотрите, сколько людей у нас занимаются спортом. Ну, модуль на здоровый образ жизни. Да, это не может не радовать, и мы… Да это здорово, на самом деле. В этом мы наш вклад тоже есть. Сергей Леонидович, осталось совсем немного времени. А какие цели у физкультурно-спортивной акции выходные с ГТО? Вот прям кратко. Да, выходные с ГТО – это одна из тоже наших акций. Она проводится в парке имени Гагарина по выходным дням, когда любой желающий также может попробовать выполнить нормативы ГТО, и в любое время, в любой выходной там находится судейская бригада, которая зарегистрирует, которая примет нормативы, и человек получит возможность получить какой-либо из знаков «Готов к труду и обороне». Но главная задача, конечно же, популяризация. Мы здорового образа жизни, это же спортивные инструктора там находятся, там можно также какой-то… в тестовом режиме попробовать оценить свою подготовку. Оценить свою подготовку. Большое спасибо за интересную, содержательную беседу, и большое спасибо за ваш важный и такой полезный труд, потому что на самом деле большое дело вы делаете. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Сергей Четверяков, заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта администрации городского округа Самара. Берегите себя и занимайтесь спортом. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...